МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. На 72% выполнено. Специалисты отчитались об уборке снега в городе. К 35-летию вывода советских войск из Афганистана в молодежном центре прошел авторский моноспектакль. Все на старт. 42-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2024» прошла на лыжной базе. Далее расскажем обо всем подробно. Снега в этом году выпало много. Последний раз такое количество осадков было в 2012 году. 167 километров дорог, обслуживает 68 единиц техники. Такие цифры привел директор ДГХ Сергей Лобанов. Лестницы, остановки, пешеходные переходы убирают вручную 67 сотрудников. На расчистку города из бюджета выделили 161 миллион рублей. Контракт разыгран по 30 апреля текущего года. Объем вывоза снега по контракту предусмотрен 147 тысяч метров кубических. За декабрь-январь вывезено 104 тысячи метров кубических. За две недели февраля вывезено еще 60 тысяч метров кубических снега. Общий итог – это 164 тысячи на сегодня вывезено, что превышает почти на 17 тысяч, превышает объем, который был предусмотрен контрактом. Чтобы снег продолжили убирать, необходимо подписать ДОП-соглашение на 16 миллионов рублей. Это позволит вывезти еще 80 тысяч кубов поверх контракта. Несмотря на то, что большая часть работ уже выполнена, к подрядчику есть замечания. В рамках выполнения контракта, естественно, к подрядной организации есть претензии с точки зрения качества выполнения работы, сроков и периодичности. В результате этого в январе к дорожно-эксплуатационному предприятию были применены штрафные санкции, штраф был выписан на 806 тысяч рублей. По словам директора ДЭПа Петра Сережкина, предприятие работает в усиленном режиме. Техника есть, противогололедные материалы есть. Основная проблема традиционно в нехватке кадров. Не хватает механизмов, потому что старые смены начали у меня не получать. В самом деле, разрушенные все проходы, но все равно получается, если не держит один день, лучше оставать выход в лицо и в селе. Расчисткой 137 дворовых территорий занимается МУП «Центр ЖКХ», ООО «КХК ФДЖ», УК «Уютный город» и МУДЭП. Снег убирают 40 единиц техники и 115 человек. На это из бюджета выделили 44 миллиона. Объем вывозимого снега по контракту 23 540 метров кубических. Вывезено за декабрь-январь 12 445 метров кубических. Вывезено за две недели февраля 9 991, ну, фактически 10 тысяч метров кубических, что составляет в совокупности общий объем, предусмотренный по контракту. Ну, фактически, как бы. Для того, чтобы в дальнейшем решать задачи по дополнительному вывозу снега, вчера было подписано ДОП-соглашение с Центром ЖКХ на выделение дополнительно 4 миллионов 200 тысяч. По словам Сергея Лобанова, сейчас выполнено 69% всего объема работ. Вывозе снега со дворов – те же трудности. Не хватает техники и людей. В узкий момент времени надо привлечь большое количество сотрудников и техники. На сегодняшний момент ресурс в городе, он весь исчерпан, вплоть до того, что техника помогает ресурсно-обращающей организации, сорогидомонтаж, вся техника выбрана в городе, которая была доступна и возможна. Как говорится, те, которые не шевелились, расшевелили и пустили в строй. Жители города также ежедневно отмечают проблемы с расчисткой снега. В сети можно наблюдать множество постов с застрявшими авто, колеей, через которую трудно пройти пешком, тем более с колясками. На заседании с негодованием выступил житель района аэродрома. Вы реально бросили этот район. Туда техника без моего звонка не приезжает вообще. У вас какие нормы? На третий день приехать, на ужин в третью очередь? Не ездят туда транспорт, никакой убирать. Пока не позвоню. Вы понимаете, у нас что? Скорая помощь, такси. Они на БТР что катаются? Мы там тоже люди, тоже плачем налоги. Почему я своим автомобилем, ресурсом, топливом должен расплачивать за то, чтобы вы не успеваете? Саровчанин отметил, что та техника, которая занималась уборкой в районе аэродрома и многих других, работала неэффективно. Большинство ресурсов и средств тратится впустую. Вчера приехал грейдер. Опять проехал, по макушке снял. Зачем он приезжал? Он снял сверху снег, который вот не утоптали. Мы по-прежнему едем по улицам, не можем с пешеходом разойтись. Вот они в сторону бегают вот так. У нас там улица или что вообще, в район вообще для вас существует, нет аэродрома. То же самое яблоневый сад, ТИС и так далее. Вы понимаете, это наплевательское отношение к людям. Вы с ними справляются. Я про что говорю. Если не справляются, освободите место тогда, раз не справляетесь. Найдутся другие люди. Руководители подрядных организаций парируют тем, что в первую очередь силы направлены на центральные улицы города, где проходит весь трафик. Чтобы не произошло транспортного коллапса, сначала очищают их. Завершить вывоз снега со дворов и расчистить дороги планируют к концу месяца. А с марта коммунальщики приступят к решению весенних проблем с наледью и сосульками. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Превышение скорости, игнорирование дорожных знаков и сигналов светофора. Выезд навстречу. Переход вне пешеходного перехода и неправильный его проезд. Ненадлежащее состояние дорог. Одни из основных причин ДТП за прошлый год. По его итогам аварий, в которых пострадали люди, стало меньше. Имеется позитивная тенденция в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение на территории оперативно-профилактических мероприятий способствует снижение аварийности на 2,8%. С 71 до 69 фактов. Ранен в ДТП граждан на 5,6%. С 89 до 84. К сожалению, погибло три гражданина. В 22-м году их был всего один. Большая часть ДТП связана со столкновением авто и наездами на пешеходов. 225 водителей инспекторы задержали в состоянии опьянения. 35 из них попались правоохранителям повторно. Меньше совершено ДТП с участием водителей, управляющих транс-средством, в состоянии опьянения на 50% с 6 до 3. С участием несовершеннолетних на 20% с 10 до 8. Больше выявлено про нарушение уголовно-профессиональной законодательства, связанное с управлением транс-средством, в состоянии опьянения повторно. Их преступлений выявлено на 3,4,6% больше, а в числовом выражении с 26 до 35. В 2023 году в авариях пострадали 8 детей. В шести случаях это был наезд на пешехода. В целях профилактики автоинспекторы провели 281 беседу в образовательных учреждениях города. За прошлый год сотрудники ГИБДД провели 58 акций и рейдов. Бахус, труба, нетрезвый водитель, автокресло детям, главный пассажир, пешеход и другие. Специалисты также старались повысить качество обслуживания. 97,2% заявителей довольны оказанием госуслуг. Ремонт, громкая музыка, звуки телевизора. Шуметь можно только в определенное время. Режим о тишине определен законом, согласно которому спокойствие соседей нельзя нарушать в будни с 22 до 7 часов утра. В выходные дни тишину необходимо обеспечить с 23 часов до 10 утра. В обоих случаях ремонтные работы надо остановить уже после 8 вечера, а также ежедневно с 12.30 до 15 часов. Вышел в подъезд и орал во все горло. Но все равно не помогу. Так что не знаю, как решать такие проблемы. Такие проблемы очень тяжелые. И правляться люди разные, и поэтому подход может быть разным. Нет, никогда. Все тихо себя ведут? Да. Нет, у нас такого нет. У нас чистый подъезд. Все пенсионеры живут рано ложатся спать. Нет, не сталкивались. Потому что мы живем в частном доме, и у нас нет такого ничего. Режим тишины распространяется на многоквартирные дома, дворовые территории, помещения территории, медицинских, образовательных, реабилитационных, оздоровительных организаций, садовые и дачные земельные участки. На территории области не допускается совершение действий либо бездействий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан на этих объектах, выразившиеся в том, что в громких звуках, пении, использовании музыкальных инструментов, естественно, производстве ремонтных, строительных или погрузочно-разгрузочных работ, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих или звукоусиливающих устройств, в том числе установленных и на или в транспортных средствах. К нарушению режима тишины относится и то, если человек не предпринимает мер для отключения сигнализации. Ограничения распространяются и на использование перехотехнических средств. Исключение только в новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря до 3 ночи 1 января, а также на День Победы с 21 часа до полуночи 9 мая. Нарушители тишины и покоя привлекают к административной ответственности. За шум в неположенное время грозит штраф. Гражданам штраф от 500 рублей до 2000 рублей. За первое нарушение, за повторное нарушение данный штраф уже от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц первое нарушение от 1000 до 4, за повторное от 4 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы выше. За прошлый год сотрудники УВД зарегистрировали порядка 80 случаев нарушения тишины. Из тех, кого штрафовали, один повторник. Чтобы отказать факт правонарушения, граждане могут вызвать наряд полиции непосредственно во время самого события. Сообщить участковому или записать видео или аудиофайлы и приложить к заявлению. Главная головная боль саровских полицейских – IT-преступление. За 2023 год количество дел по мошенничеству в сети выросло в 7,3 раза. При этом раскрываемость выросла почти в 5 раз. Более 101 миллиона рублей онлайн-мошенникам удалось получить от саровчан. По словам начальника полиции, 99% этих денег ушли на Украину. В ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий сотрудниками управления было задержано 20 лиц на территории города, так называемых курьеров, которые вступили в сговор с мошенниками. И являясь пособниками мошенников на территории города, были проинструктированы и ездили по адресам пожилых граждан и забирали денежные средства, которые впоследствии переводили на счета, указанные мошенниками. Этими 20 лицами было совершено 50 преступлений. Курьеры – это в основном студенты. За прошлый год в Сарове выросло общее количество зарегистрированных преступлений на 28 случаев. При этом показатели стабильно ниже среднего значения по области. Раскрываемость дел заметно увеличилась. Раскрываемость преступлений составила 60,7%, что на 2,7% выше, чем по результатам 2022 года. Что также является выше среднего областного значения. Среднее областное значение составляет 53,3%. Больше выявлены лиц, причастных к совершению преступлений на 4,2% с 237 до 247. Эффективно поработали полицейские над раскрытием краж, особенно из магазинов. Воры понесли наказание в 92,2% случаев. Благодаря профилактической работе правоохранители снизили криминальную активность несовершеннолетних. Количество противоправных деяний, совершенных подростками, сократилось на 42,4% с 33 преступлений в 2022 году до 19 в 2023. Одновременно уменьшилось количество несовершеннолетних преступников с 11 до 9. В то же время выявлено 6 преступлений, предусмотренных статьей 150 УК РФ в лечение в преступную деятельность несовершеннолетних. На 10,5% выросло количество случаев незаконного оборота наркотиков. Также правоохранители выявили и поставили на учет 4 преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. По итогам прошлого года драк в общественных местах и грабежей стало меньше. Разбоев не было. Полицейские старательно повышали качество и доступность оказанию госуслуг. По объявленным данным, 100% заявителей остались довольны. 15 февраля исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через эти страшные испытания прошло порядка 550 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч российских воинов погибли на чужой земле. Несколько сотен человек пропало без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. По мнению Олега Шатохина, ветерана боевых действий в Закавказье, Афганистане и Чечне, это были важные для страны годы. Я глубоко влез обратно в документы и бывшие софтсекретные документы, как принималось это решение о вводе войск в Афганистане. Вы поймите, что на декабрь месяц 79-го года обстановка в Афганистане такая была, что мы не могли не ввести туда войск. 70% Афганистана было уже занято оппозицией. Уже на протяжении нескольких лет Олег Шатохин выступает с авторским художественно-патриотическим моноспектаклем «Время выбрало нас». На сцене в единое смысловое полотно соединяются песни под гитару, стихотворения, фото и видеоматериалы, воспоминания о военных буднях и боевых товарищах. Олег Шатохин посвящает такие моноспектакли Великой Отечественной войне, событиям в Чечне. На этот раз темой и стала «Афганская война». Где-то орден купил, насыпил, и похвалишься людям, сам такой молодой, только совести грамма не будет. В программе моноспектакля прозвучали музыкальные композиции собственного сочинения и песни военных лет. Ветеран рассказал о себе, о своем боевом пути, сделал экскурс в историю и объяснил, почему развязалась война в Афганистане. Моноспектакль затрагивал темы смелости и подвига, истинных ценностей, силы духа и героизма. На мероприятии были военнослужащие, школьники, студенты, участники молодежных объединений, воспитанники военно-патриотических клубов. Те ребята, сидящие в зале, должны понять, что они будущие герои нашего Отечества. Если придут лихие времена, вот такие, как сегодня, раньше я говорил, придут лихие времена, и они станут на защиту нашей. Вот они пришли. И уже очень многие, с которыми я когда-то проводил мероприятия, они уже давно стоят на защите Отечества. В том числе, например, мой старший сын, который уже два раза там воевал. У всех участников мероприятия была возможность посмотреть и подержать в руках настоящее оружие, написать пожелания бойцам СВО и поздравить их с наступающим 23 февраля. От лица всего подрастающего поколения города Сарова, от лица движения Юнармия, желаю вам не унывать, верить в победу и знать, что мы будем впереди. С праздником! Я хочу пожелать нашим защитникам вернуться домой живыми, вернуться домой с победой. Я хочу пожелать участникам СВО вернуться домой здоровыми и большой победой. Я хочу пожелать нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, самое главное – здоровье, мужество, гордость за свою родину, побольше силы духа и самое главное – возвратиться домой. «Нижний Новгород. Детали» – культурно-просветительский художественный проект, который включает в себя череду выставок к 800-летию Нижнего Новгорода. На протяжении нескольких лет проект развивался, путешествовал по городам области. Нижегородские художники с помощью красок признавались в любви к городу закатов, раскрывали зрителям свое видение Нижнего. Теперь перед мастерами поставили новую задачу – показать будущее города. Так родилась экспозиция «Нижний Новгород. Детали будущего». Художественная галерея принимает выставку-проект во второй раз. В этот раз кураторы выставки галереи «Луна», Нижегородская галерея, наши хорошие знакомые Ксения Федосеева-Царицынская и Мария Богданова предложили художникам пофантазировать о будущем Нижнего Новгорода. Поэтому и выставка называется «Нижний Новгород. Детали будущего». В экспозиции представлено более 30 произведений современных нижегородских художников, среди которых имена хорошо известных саровскому зрителю живописцев и много новых молодых авторов. Форматы картин – и большие, и средние, и маленькие. Для кого-то будущее Нижнего Новгорода уже сейчас, поэтому на полотне изображены знакомые улицы, дома, достопримечательностей и виды. Для кого-то это развитие водного судоходства, речной регаты. Некоторые художники обратились к гармоничному соединению природы и города. Разное будущее города отобразилось на холстах с сочными красками, поэтому выставка получилась яркой, солнечной, цепляющей глаз. Выставка получилась яркой, интересной, и молодежь на этой выставке прозвучала особенным голосом, потому что 2024 год Нижний Новгород объявлен молодежной культурной столицей, и поэтому молодежь на этой выставке действительно рассказала о том, что их волнует, как они воспринимают этот город. Выставка «Нижний Новгород. Детали будущего» будет представлена в художественной галерее по 12 марта. На посещение выставки и экскурсии действует пушкинская карта. Для лиц старше 6 лет. Также на все выставки галереи предусмотрен бесплатный вход для детей и пенсионеров во вторую и четвертую пятницу каждого месяца. 10 февраля 1837 года солнце русской поэзии закатилось. В этот день трагически обровалась жизнь великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ему было всего 37 лет. В городской детской библиотеке, которая носит имя литературного гения, почтили память поэта на вечере квартирники. Организаторы постарались максимально погрузить гостей в пушкинскую эпоху. В фойе прогуливались дамы и галантные кавалеры, а ученики художественной школы делали зарисовки скетчи. На балконе второго этажа звучали музыка и песни. Гости могли согреться чаем с битнем и сушками, особыми пушкинскими угощениями. В актовом зале ведущие в увлекательной форме рассказали о жизни Александра Сергеевича. Мы решили, что мы поговорим о Пушкине в виде азбуки. Несколько букв, мы берем всего лишь шесть букв, но это буквы, которые очень интересно рассказывают о людях, которые были близки Пушкину, рассказывают о каких-то знаковых событиях в его жизни и, конечно, о творчестве. Библиотекарь постарались привнести свежий взгляд на жизнь и творчество Александра Пушкина, сделать факты интересными как для детей, так и для взрослых. Также участники вечера обратились к нумерологии. Взяв за основу трагические даты в жизни Пушкина, выяснили, что число шесть играет особую роль в судьбе поэта. Шесть лет он был женат на Наталье Николаевне. Шесть лет учился в лицее. У него было написано шестнадцать повестей, драм, шесть сказок. Шестьсот подписчиков было у журнала «Современник». То есть шестерка все время где-то была рядышком с Пушкиным. Вот об этом мы тоже в формате «Квартирника» с песнями и стихами расскажем нашим читателям и поклонникам. Еще одной изюминкой «Квартирника» стал открытый микрофон. Все желающие могли почитать стихи любимого классика, поделиться своими размышлениями о его творчестве. На лирический лад зрителей настраивал Игорь Иванович Оставненко. Музыкант исполнил две песни на стихе Александра Пушкина, а также романсы и произведения других авторов. В завершении вечера юные художники продемонстрировали свои работы, которые они создали в арт-пространстве. Мотивация, вдохновение для учебы, жизненные цели, физические явления и новые инженерные открытия будущего. Темы для разговоров на очередной классной встрече в Сарове были разнообразными и обширными. Но объединены магистральным направлением – наукой. Старшеклассники на этот раз встретились с сотрудником РФЯЦВНИЕВ, младшим научным сотрудником института лазерно-физических исследований Алексеем Самсоновым. Мероприятие приурочили ко Дню науки. Ученые, как правило, работают над законами, над принципами. Вот я хочу вас нацелить на технический университет. Но технический университет, кроме ученых, которые работают над законами, над фундаментом, над принципами, которые готовы поменять весь окружающий мир, есть еще какие-то технические специалисты, как называют, которые окончили высшее учебное заведение. Инженеры, они уже на основе тех законов и принципов, которые открыли физики, создают продукт, который вот здесь и сейчас полезен для общества. Чем занимаются инженеры? Какие физические принципы работают в том или ином устройстве? Какие есть источники электрической энергии? Что такое термоядерный синтез и какое отношение он имеет к Росатому? Какие проблемы и задачи решает госкорпорация? Об этом поговорили на классной встрече. Гость также рассказал о себе, поделился своим опытом. Алексей Самсонов получил несколько высших образований. Закончил бакалавриат и магистратуру по специальностям электроэнергетика и электротехника и экономикой управления. Магистратуру по специальности лазерная нелинейная физика и фотоника. Также в его списке достижений – аспирантура в НИЭФ. Сейчас мужчина учится в аспирантуре МГУ. Я пошел, присоединился к коллективу учетов во ВНИЭФ, сюда, в залог. Но сразу лазером я заниматься не стал, потому что это как бы немного другая. И мне нужно было поднимать ту базу знаний, которой у меня еще не было. И поэтому я занялся привычной мне энергетикой, которая здесь намного была интереснее, чем в обычной эксплуатации электрических станций. За полтора часа общения старшеклассники актуализировали свои знания по физике и услышали много нового интересного. Гость общался с ребятами в формате диалога. Все желающие могли задать вопрос научному сотруднику. Самые активные получили сувениры с символикой ВНИЭФ. Классную встречу в Сарове впервые проводили с участием специалиста Российского федерального ядерного центра. Следующее мероприятие в рамках проекта запланировано на 14 марта. На минувшей неделе сотрудниками правопорядка было зафиксировано 6 ДТП, и одно из них с пострадавшими. На улице Зернова водительница Хенде Грета при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю «Опелястра». В результате данного дорожно-транспортного происшествия мужчина 93-го года рождения получил слезные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Евгений Тимошкин отметил, что на территории города увеличились происшествия с пешеходами. Если в прошлогоднем январе таких ДТП было одно, то в этом году уже 9. В том числе пострадало двое детей. В одном случае, когда ребенок у нас был пешеходом на улице Садовая, а в втором случае, когда ребенок находился у нас в транспортном средстве в качестве пассажира. На минувшей неделе в нетрезвом состоянии за рулем задержали шестерых. В ГАИ напоминают, что с прошлого года нижегородцы могут сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112. Если информация подтвердится, то сообщивший получит 2000 рублей. Сообщить о нетрезвых водителях может каждый участник дорожного движения. Для этого нужно позвонить на горячую линию 112, назвать цвет, номер, марку машины и направление ее движения. Ирина Вашкородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На старте спортсмены от мала до велика. Кто-то делает свои первые шаги, кто-то ступает на трассу, которая уже стала привычной и родной. 42-я массовая гонка «Лыжня России» собрала сотни горожан, среди которых военнослужащие, сотрудники предприятий, студенты и просто любители спорта. Радует то, что не только ребята, которые выбрали лыжные гонки как вид спорта, но и горожане очень любят этот праздник, приходят сюда трудовыми коллективами, семьями. Более 70 спортсменов бежали в гонки на дистанциях 5, 10 и 20 километров. Любители смогли поучаствовать в массовом старте на 2 километра. «Лыжня России» для нашего города – особый праздник. Он традиционно объединяет все поколения спортсменов, детей, молодежи, наших дорогих и любимых ветеранов. И с каждым годом число любителей этого прекрасного вида спорта становится все больше и больше. В год 2024 президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи. И приятно видеть здесь спортсменов целыми семьями. «Лыжня России» не только повод посоревноваться и проверить свои силы. Несмотря на морозную погоду, многие пришли на спортивный праздник за положительными эмоциями, приятными встречами и семейным отдыхом. Здесь старшее поколение прививает детям любовь к здоровому образу жизни. «Каждый год принимаем участие. Вот ребенка привлекаем уже тоже второй год принимать участие в «Лыжне России». Нравится ему, прекрасная погода, отличное настроение. Расскажи, как тебе вообще забег? Сколько ты бежал? Какую дистанцию удалось пробежать? Два километра. Мне понравилось бежать. Все понравилось, погода бодрит. Бежали масс-старт. Эмоции положительные, настроение замечательное. Все понравилось. Постараюсь прийти через неделю на «Мемориал». Я каждый год бегаю. Уже, наверное, на протяжении лет шести. Бежали массовый забег. Две тысячи километра, две тысячи метров. Ну как, поддержать всю страну, поддержать ребят, которые у нас на фронте. Ну и для здоровья, для примера маленьких мы с семьей бежим. Так что все рады, все счастливы. На максимальной спортивной дистанции 20 километров лучшими стали Евгений Галихин, Александр Яковлев и Александр Зарубин. Первым в массовом забеге стал Антон Олькин. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В спортивном зале юниора встретились команды в НИА из Москвы и старт из Заречного в рамках зимней атомиады. С первого периода команды из Заречного показали свой победный настрой и сразу принялись забрасывать мячи в корзину. Шанс отыграться москвичам стартовцы не оставили. Все четыре периода они вели в счете. Итог 41-97. Борьба, конечно, шла, но нам признать, что по счету шла она недолго. Мы, к сожалению, пока еще не достигли того уровня, в котором играет команда из Заречного. Но, тем не менее, несмотря ни на что, парни наши все бились, все старались. Где-то не хватает мастерства. Но нарабатываем и в том числе на таких соревнованиях получаем очень хороший опыт. Команда «Старт» из Заречного в нашем городе не первый раз. Ребята признаются, что Саров для них стал уже как родной. На Атомиаду съезжаются лучшие спортсмены городов присутствия госкорпорации «Росатом». И со всеми стартовцы в хороших отношениях. Но каждый раз, встречаясь с командами на площадке, спортсмены из Заречного откладывают дружбу в сторону и стремятся к победе. Для этого мы сюда и едем на соревнования, чтобы, скажем так, и побороться, вот этот азарт борьбы испытать и победить в турнире. В этом году в зимней Атомиаде приняло участие семь команд из Москвы, Заречного, Санкт-Петербурга, Соснового, Бора и Сарова. Спортсмены соревновались в хоккее, баскетболе, волейболе, дартсе, шахматах, лыжных гонках и палеотлоне. Редактор субтитров А.Семкин